Задал педагог. Вы должны смотреть почему. Если вы не понимаете, зачем на эту чушь задали вообще, что с этим делать, позвоните или подойдите. Могу сказать, на сегодняшний день ко мне подходило человек пять за весь год из всех родителей, которые интересовались, как дела, что нам поделать, что у нас не так и что нам сделать для того, чтобы было так. Пять человек. В принципе, у этих пяти результаты есть. У остальных как бы все это разваливается потихоньку, потому что стало неинтересно. По разным причинам. Дети пришли ко мне все, так случилось, волей и судеб, в девять лет, в три года назад, два года с половиной. И они сейчас, к счастью или к несчастью, попали в этот пубертат. Вот этот период, когда им все, что угодно интересно, только не то, что нужно. Вот в этот момент нужно обязательно очень аккуратно с детьми направлять их. Если они сейчас потеряют коллектив, они без коллектива останутся, потому что все места заняты. Прийти в таком возрасте в новый коллектив очень сложно. Не каждый ребенок даже с лидерскими качествами сможет в 12-летний коллектив войти и там влиться. Это два-три человека можно назвать. Тем более, если вы уходите из коллектива, значит, какие-то есть неразрешенные психологические проблемы, и они вас встретят и дальше, и потом дальше. Поэтому давайте решать на месте. Если у кого-то претензии, чего-то накопилось, приходите, говорите. Будем разбираться, что с этим делать. Так. А, ну вот про гармонию не договорила. Значит, мы выиграли, гармония, не мы, выиграли грант в этом году, как лучшее заведение поток образования, и получили большую денежную премию, около 100 тысяч рублей. Почему это говорю? Потому что дальше будет разговор о костюмах. Немножко хотят нам выделить денег. И плюс ко всему, еще тоже из этих бонусов, в этом году дается одно бесплатное место на одного ребенка на фестиваль в Петербурге. Либо, может быть, еще какой-то другой город, но пока о Петербурге пошла речь. С 10 до 16 июня вы, то есть, если вы едете, вы едете, как Юля Подольская в том году, абсолютно бесплатно. Питание, проживание, все за счет заведения, только вот эти свои, там, фотографии, там, то, что вы, там, хотите, сувениры, это, конечно, вы сами. За деньги можно поехать туда же. 12 тысяч сегодня узнавала, цена вопроса там проживания, ну и перелеты все, проезды. Так, потом, пошли. По анкетам посмотрела. Некоторые понятия не имеют, что у нас есть сайт. У нас есть сайт, потом это принудительно добровольно, вы должны обязательно туда заходить, вы должны смотреть на страничку своего ребенка, вы должны смотреть, чем он занимается, вы должны смотреть, там расписание есть на все, смотреть вообще, чем мы живем. Там есть список конкурсов и мероприятий, которые возможны в этом году. Можно тоже сориентироваться, что-то такое поделать, да. Адрес сайта, у кого я в анкетах писала, кто не догадался списать, потом возьмите. Так, потом, хотелось вообще, по поводу сольфеджио нашего, возлюбезного. Смотрю, в анкетах, против, вроде как сольфеджио никого нету, но, это самое, некоторые не понимают зачем, да. Про интонацию сказала, то есть сольфеджио, мы что делаем на сольфеджио, понимаете, я вот уже одному рассказывала родителям недавно. Сольфеджио, то, что мы учим, вот музыканты поймут, мы, первый год мы учим только написание нот на нотном стане. Все, это так много, это 10 петель в любой истории, до 10 посчитать. Это ничего, но если вы в первый год это не освоили, во второй год вы не сможете изучить и освоить интервалику. Потому что интервалы мы тоже берем, без интервалов мы не сможем с вами чисто строить никакие ходы музыкальные. Когда мы не достаем терцию, не понимаем, почему мы ее не достаем или в уголосе спеть не можем, это наше сольфеджио. Третий год по сольфеджио мы единственное, что делаем, это элементарные вещи, свою партию читать в куста. Все, больше я вас грузить ничем не буду, за исключением тех, кому это надо. Тем, кому надо, дам сольфт-аккорды и дам раскладку, каким образом можно себе аккомбанировать. Больше тоже ничего не буду давать, потому что в рамках как бы... У нас сольфеджио активно занимается однаграла. Она ходит каждый раз с этим своим сольфеджио на урок, мы читаем с листа, потихоньку на процесс идет. Девочка растет, молодец. Все остальные на сольфеджио смотрят вот так. Я не знаю, кто им сказал, что сольфеджио это отвратительный предмет. Это очень хороший предмет, интересный. Просто нужно к нему подходить каждый день, а не раз в полгода. И потом мы берем этот... И не знаем, что делать. Как студент открыл, сколько билетов... И куда задавать экзамен? Так нельзя, просто не будет результата. На какой результат вы рассчитываете, да, так и надо заниматься. По поводу перевода на творчество выступит в следующем году третий год обучения. Дети, которые из асоциальных или неблагополучных семей, или дети опекаемые, или дети сироты, переходят без экзаменов. Но нужно хотя бы что-то показать, хотя бы на троечку. Все остальные только если высокий балл наберете. Баллы потом спасут. Так, сольфеджио, помимо того, мы, значит, развиваем музыкальность, развиваем логику. Для ансамбля, кто ходит в ансамбль, сольфеджио обязательно, потому что, смотрите, в группе мы индивидуально можем сидеть и колыпать эту мелодию полгода. Иногда год учат песню, были у нас такие случаи, когда целый год мы учим песню, не можем выучить слова, забываем дома тетради. Индивидуально, ваше право. Я годик посмотрю, потом вас прижму, не понравится, вы уйдете. Но если вы в ансамбле, вы понимаете, что вот вы все пришли, а один сидит внизу к ногой. И с ним я должна проучивать отдельно. Мы все вместе прощупываем, вместе проучиваем. Но он дома должен прийти повторить по нотам. Как он повторит, если он не знает ни одной ноты? Есть девочки, которые на третьем году обучения путаются во второй втале. Не могут до второго втала настать. Это, конечно, так и страшно. И обижаются еще, когда начинаешь говорить. Так. Подтягиваться надо просто, да? Не паниковать. Нужно просто взяться и вперед идти. Так, это все уже сказала. Сейчас, секундочку. А, вот ближайшие эти самые главные наши. Онлайн-шоу у нас будет. Я сейчас ухожу в этот самый на обучение с середины декабря. Только субботом работать мы будем. В субботу будет ансамбль. И девочки, которые, так получилось, попадали на вот эту мою... И сейчас еще будет маленькая сессия. Утренние часы, среда, пятница тоже распределю по субботе. Потом индивидуально подойдете. Хорошо? Так, онлайн. Рождество глазами детей. Мы готовимся. Приветствуется, когда вы ищете сами песни, да? Очень хорошо. И не обижайтесь на критику, потому что я вижу лучше, как это будет выглядеть. И насколько это будет для ребенка удобно. И насколько это будет творчески, грамотно реализовано. Если вы хотите что-то предложить по поводу песен на Рождество своих, без проблем. Ищите еще что. Да? Я смотрю, что кто успеет сделать. В основном я рассчитываю на Рождество на ансамбль. Если кто-то хочет творчески сам, индивидуально, тогда давайте об этом поговорим. Потому что конкурс, это не в нагрузку, это не обязательно. Это вы хотите, не хотите. Если хотите, подходите и говорите, мы хотим. Потом у нас «Весна поет», «Виват Виктория». И вот, по-моему, у нас тоже какой-то один детский конкурс убрали. Ну, ладно, не в этом. Значит, «Крустальные нотки», «Санкт-Петербург», вы думаете. Хорошо? Вот. И хотела еще поговорить с теми, кто постарше. У кого детки постарше, которые же как бы вышли из младшей школы. Но у них проблемы. Есть такая у нас девочка одна. И не одна, на самом деле, которая приходит и говорит, «Я не успела, потому что мне много задали». Или «Я не успела, потому что вы знаете, сколько у меня дел?» Или «Вы знаете, сколько я еще туда хожу?» Вот смотрите, здесь проблема. Понятно, что ребенок хочет успеть все подряд. Проблема в том, что у него нет, значит, организации временной. Нужно его этому научить. Если ваш ребенок делает уроки до 12 ночи, это показатель того, что нет организации. Вы должны просто ему тогда составить какой-то план, по которому он идет. Потому что иначе он всегда будет чувствовать себя виноватым. Она не виновата, что она не успела. Она просто где-то просидела, задумалась. А время ушло, а уже 8, и еще уроки, да еще тут сольфеджио, да еще слова. Но вот это, конечно, я не буду, а вот эту школу я должна сделать. И получается, что вот такое вот. Понятно, что родители все очень заняты. Я сразу хочу вам вспомнить про то, как была история. В 50-е годы молодое поколение вообще об этом не знает. Я тоже знаю только по слухам. Но моя бабушка, когда в 50-х годах у нее появились дети, там давали всего лишь 3 месяца на то, чтобы с этим ребенком посидеть. Они бегали, отпрашивались кормить этого ребенка с завода, бегом домой. С детьми занимались чужие родители, чужие эти няньки. И эти дети росли сами. И они очень пунктуальными были. Они никогда ничего... Вот не было такого, что попробуй ты не приди вовремя, или что-то не сделай. Потому что был всегда план. Вот она мне об этом рассказала, я так своего сына воспитываю. Пишешь план, мы сами это делаем. Конечно, ему неохота. Но план, а потом под планом. А потом можешь поиграть, например, да. Какие-то рычаги нужно делать. Потому что есть дети, неорганизованные во время вообще. Вот она поэтому все разваливается. Особенно первоклассникам очень сложно адаптироваться. Она бедненькая, не знает даже, что там когда там было, что там ей задавали. Она вытаскивает тетрадь с горечью. Ой, я же не сделала. И вот это вот... И я уже чувствую себя виноватой, что зачем я вообще спросила про то, что ты не сделала, потому что ей так тяжело. А это на самом деле вина в том, что вот именно нет организации. Нужно это немножко сделать. Хорошо? Давайте вопросы ваши, пожалуйста. А, по каждому ребенку еще хотелось сказать. Я не сказала. Пошли, значит. Сурикова Елена, здесь родители? Пошли. Угу. Так, Оля Гойтик. Оля Гойтик. Ходила на ИЗО, еще куда-то ходила. Пошли, много пропустила. Ничего не знает. Слова забыла. Тут не успела. Тут не сделала. Да, тоже вот этот подростковый возраст пошел. Надо осторожно. Пошли дальше. Пусть забыла. Чуть-чуть поможем, да. Надо посмотреть, поконтролировать, чтобы она просто была в системе. Так, Вика, молодец. Поменьше только, болеть надо чуть-чуть. И, конечно, ваш первый класс. Я, кстати, хотела сказать тем, у кого первого класса еще нет, но вам это грозит. Успевайте сделать что-то первого класса. Потому что в первый класс дети прям вот они абсолютно. Во-первых, трудоспособность сразу на нуле. Они очень устают. Сейчас большая нагрузка. Все, что можно сделать до первого класса, я имею в виду творчески, делайте сейчас. Сольфеджио, нотки, там все кому давало. Ничего не пропускайте. Все выполняйте, да. Настя Хадочкина есть, мама? Ага. Молодец такая, да. Ушла вот этот зажим этот, ушел. Сейчас мы с ней начнем потихонечку идти наверх. Потому что в прошлом году у нас были другие дела. Полина, молодец, Полковникова. Только давайте что-нибудь делайте со спиной. Где они? Вот они. Потому что сутулость ваша, она так и будет. Надо вам какую-то гимнастику придумать. Не знаю, ЛФК какой-то. Вот вам как раз вместо рисования или дудки надо, наверное, ходить куда-нибудь заниматься спортом. Можно, конечно, и на дудку, но только спорт, что-то как-то надо вводить. Потому что сутулость, она же вам, она же высокенькая будет, вы же высокие оба. Представляете, она с такой спиной. Потому что они сидят бесконечно. Наши сидят, сидят, не гуляют. Кого ваши дети гуляют? По-честному. Вот именно. Саша Пашенко, молодец. Приоткрывает ребят такие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова